6-я рота псковских десантников вошла в историю. Бой на высоте 776 стал одним из финальных эпизодов Второй Чеченской войны, а летопись российской военной истории пополнилась еще одной героической и трагической строкой. 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-я гвардейская воздушная дивизия в Аргунском ущелье вступила в бой с многократно превосходящими силами террористов. Высота 776, 6-я рота, в составе которой 90 солдат и офицеров, вступила в бой с боевиками. Число которых было свыше двух с половиной тысяч. Пользуясь перевесом в силах, боевики наступали почти беспрерывно. Передышка между атаками составляла не более получаса. Несколько раз перестрелка переходила в рукопашную. Когда на высоте практически не оставалось живых гвардейцев и начали скапливаться террористы, гвардии подполковник Евтюхин и артиллерийский корректировщик гвардии капитан Романов вызвали огонь полковых орудий на себя. Из 90 участвовавших в бою десантников, 84 погибло. Только шестерым, двум сержантам и четверым рядовым удалось выйти позже на позиции федеральных войск. Потери террористов оцениваются в 400-500 боевиков. Именно после боя у высоты 766 в плен стали сдаваться целые подразделения боевиков, чего прежде не было за всю историю контртеррористической операции. Все участвовавшие в том бою гвардейцы удостоены высоких правительственных наград. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно. Своим подвигом у высоты 776 десантники 6-й и 4-й рот сумели сломить волю боевиков к продолжению войны. Масштабное вторжение международного терроризма в Чечню было остановлено. Субтитры создавал DimaTorzok